Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Дорога к храму» и мы, ее ведущие, священник Максим Гортинский и священник Павел Красанов. Мы начинаем нашу традиционную рубрику «Как быть?», в которой мы разбираем разные интересные тезисы. И сегодня мы поговорим, как быть с тем, что христианину нельзя быть современным. Есть такой тезис же, да? Хороший тезис, да. Действительно, в церкви много что из древности, да? Ну, например. Например, свечи, кодила, облачения. И вообще служба, она в целом древняя. Ну да. И древние корни сохранилось до сего дня. Действительно, это так вот, с одной стороны, если посмотреть, много всяческой древности. А если с другой посмотреть? Вот попробуем посмотреть с другой стороны. Конечно, все, что мы упомянули, это действительно из древности. Но, однако, эта святая древность, она, в общем-то, не имеет какого-то такого призвания преградить собой путь к современному. Так ли это? Ну, действительно, да. И свечи, и одежда священников, если многие не знают, она действительно трансформировалась, она видоизменилась. То есть, и крой изменился в чем-то, да, где-то сделали в угоду времени, да, как-то все это меняется. И меняются смыслы какие-то, да, уже, то есть... Ну, то есть, жизнь меняется, и все, даже то, что древнее, оно все равно, так или иначе, меняется. Вот. А почему же мы вот не отказываемся тогда совершенно от каких-то древностей? Ну, как мне кажется, наверное, потому что они несут в себе нечто важное, и нечто даже вне временное, вечное, может быть, так? Ну, действительно, да. Свет же в храмах теперь уже электричественный, лампочки уже покупаем, уже светится очень... В храмах очень ярко и красиво стало, да, но свечи, тем не менее, остались, и они символизируют как и молитву, да, своим горением, так и жертву, да, жертву, которую для храма жертвует каждый прихожанин. Ну, то есть, дело даже не в том, что это древность, а в том, что за ней закреплен какой-то важный смысл. Смысл, да. Ну, вообще, свечи, да, интересное такое явление, да, даже люди, не ходящие в храм, в какие-то моменты зажигают свечи, несут их каким-то... Вот, бывает, электричества нет, и свечи зажигают. Ну, да. У кого есть дома свеча. Ну, да, электричество, оно не всегда бывает. А, кстати, например, а был ли современным апостол Павел? Да, вот тоже. В то время. Интересно задуматься об этом. И если все-таки мы почитаем Священное Писание, мы увидим, что апостол Павел-то, он для своего времени был довольно-таки современный. То есть он пользовался всеми возможными видами транспорта, и водным, и другими. Много чего знал. Знал современных на тот момент философов, и цитировал их, значит, он много читал. И, наверное, нет причин думать, что если бы он жил сегодня, он бы был каким-то специально несовременным. Ну, действительно, да. И нет никаких свидетельств, что кто-то из апостола специально стремился и указывал на то, чтобы как-то выглядеть несовременно, как бы в угоду древности, одеваться какие-то одежды, как пророки одевались, например, как Иосиф, да? Иосиф в Египте. Да, в Египте, да. То есть там совсем другие были одежды египетские, да, при служении фараону. Поэтому таких свидетельств не было и нету. Ну, тогда все-таки как нам быть? Как же нам быть со святой древностью? Что все-таки лучше? Современное или древнее? Как нам быть? Какой выгод сделать? Наверное, лучше это вечное, да, то есть те смыслы, которые вложены, пытаться и сохранить, да. Поэтому мы пытаемся, в принципе, сохранить те заповеди, те смыслы, которые вложены в вещи, которые несут какие-то понимания тех же заповедей, понимания молитвы, понимания службы в церкви, да. То есть, в принципе, поэтому мы и сохраняем. То есть то, что вечно, оно и сохраняется в церкви, пытается сохраниться в каком-то, Это может быть даже и в неизменном каком-то виде, но тем не менее этот смысл, он вечен, то есть исказить его невозможно. То есть главное стремиться за вечным, а уж какие для этого средства мы изберем, или древний, или современный, это уже, наверное, вопрос какой-то полезности. Ну да, полезности. Ну вот такой получился у нас разговор, удалось нам, наверное, развеять такой стереотип сегодня. Дорогие друзья, с вами рубрика «Пять фактов», и в данном случае «Пять фактов о православных догматах». Факт номер один. Само слово «догмат» в переводе с греческого – это мнение, решение, постановление. Первоначально это слово не имело ничего общего с религией. Например, цицерон под словом «догма» подразумевал общеизвестные, не подлежащие сомнению истины. Слово «догмат», пришедшее из античной литературы, затем стало употребляться и в христианской литературе. Постепенно появилось понятие «религиозные догматы». Факт номер два. Догматы христианства – это вероучительные истины, которые определяют и исповедуют верующие люди как неизменные и непререкаемые правила веры. В науке такие истины называются аксиомами. Факт третий. У многих людей сложилось впечатление, что догматов в христианстве очень много. Но это не так. Догматов всего пятнадцать. Двенадцать из них входят в текст под названием «Символ веры». Также к ним относятся догмат о двух естествах в едином лице Господа Иисуса Христа, догмат о двух волях и действиях в Иисусе Христе и догмат об иконопочитании. Факт номер четыре. Догматы часто путают с канонами. Если догматы выводятся из откровения о Боге, который мы получили от самого Иисуса Христа через апостола, то каноны – это церковные правила, которые возникли в определенный период человеческой истории и имеют не вероучительный, а прежде всего дисциплинарный характер. Факт номер пять. Догмат не сковывает сознание, как считают некоторые, а позволяет ему иметь опору в рассуждениях богословского характера. В сфере личной духовной жизни догматика лежит в фундаменте и молитвы, и богослужения, и других ее осмысленных проявлений. Фрошена, но еще могу, я могу быть поражена. Красотой полых слов с отпечатками синего неба. Небо с примесью темной воды, я смогу, я смогу принять форму воды, форму большой. Музыка О-о-о-о. Всё, что нужно, я тебе подарю Посвящая себя тебе, я плачу, я плачу За каждую мысль из песка злости и соль и фраз Голосом чувствую боль земли Мне держится в собой земли, на мне держится Я донесу на руках своих, лишь бы тебе стало легче Мои плечи выдержат нас двоих От этого мне самой легче Мои плечи выдержат нас двоих В прошлом, но ещё могу Я могу быть поражена Красотой волосом Дорогие друзья С вами рубрика «Непридуманные истории», в которой мы приглашаем гостей в нашу студию Или сами едем в гости И в данном случае мы побеседуем с музыкантом, исполнительницей, вокалисткой Анной Бань Твоё сценическое имя, оно так и звучит, как твоя фамилия Бань Если искать среди артистов, набираем «Бань» и находим творчество Анны Мы приглашали много разных интересных музыкантов И кельтских рок-исполнителей И фолк-исполнителей И много-много чего интересного было Но, наверное, целевая аудитория наших уже гостей, которые были Такие люди прям повзрослее А вот у Анны музыка, что называется, для молодёжи И сама Анна у нас тоже вполне молодёжь Вот, и сегодня мы побеседуем на эту тему Какую же ты музыку играешь? Как ты сама её определяешь? И вообще, как ты стала музыкантом? Вот так, если начать Стараюсь коротко Да Я думаю, что сейчас мне бы хотелось сказать, что я играю поп-музыку Хотя раньше для меня это название было уничижительным И мне хочется быть тем, кто Слово попса Из уничижительного Переведёт во что-то на борт положительное С какое-то значение Вот, хочется, чтобы это была музыка со смыслом Но популярная При всём при этом я изначально гитарист классический Поэтому очень люблю этот инструмент В акустике В орган люблю И вот мы недавно использовали его в новой своей композиции В общем, живые инструменты задействуют тоже Паян Дудук, например, в одной из композиций есть Так что мне нравится именно миксовать И электронное звучание Это, мне кажется, доступный формат Привычный для современного молодого слушателя И туда уже добавлять что-то такое более традиционное В общем, совмещать различные жанры Да, ну вот интересно Мы Анну пригласили в нашу передачу Которая называется «Дорога к храму» Как человека, не только исполняющего современную музыку Но и ещё Что ты делаешь в музыкальном жанре? Расскажи нам Я поищу о церковном хоре Песня «Дорога к храму» Песня «Дорога к храму» Расскажи, как так получилось Что такая современная диресная девушка Попала в церковный хор Вот, как это так? Я с детства хотела попеть в церковном хоре Попробовать себя И не просто попеть, но петь Не знала, насколько мои возможности подходят для этого Вот, но В общем-то я долго достаточно пыталась попасть Но у меня никак не получалось Потом однажды я попадаю на квартирник На день Для концерта Такой жанр концерта, скажем так Да Для того, чтобы поддержать артистическую форму Вот И услышала там одну очень интересную группу Вот Она мне очень понравилась И решил познакомиться с ребятами Вот Точнее, ребята тоже проявили инициативу И оказалось, что Часть группы Это отец Павел И отец Максим Да Вот Что меня очень вдохновило Что священники могут быть Такими продвинутыми С хорошим музыкальным вкусом И в общем Все прочее Очень современными И Так В общем, решила я спросить Напрямую Как можно попасть В хор И отец Павел Исполнил мою мечту И пригласил меня к себе в храм Вот теперь я там пою Сложно Было очень Первое время Вот Потому что Опыта В подобном пении у меня не было Вот И очень многое делается Без нот Или с листа Вот И все это в режиме онлайн Как бы происходит То есть ты сразу попадаешь на выступление Фактически Для меня это Очень непривычно Потому что Обычно ты готовишься к нему Очень сильно заранее Вот И вот именно переделать Свою психологию По этому вопросу Было достаточно сложно Первое время Я сильно переживала Перед каждой службой Вот Но потихоньку Потихоньку Вот как-то Вроде влилась в процесс А вот с переходом С манеры на манеру С манеры на манеру В общем-то Это было не так сложно Как вот Первое, что я Да, описала Потому что Раньше я пела тоже в хоре Ну Будучи Ученицом музыкальной школы Вот Поэтому Какое-то приближенное Академическое звучание В общем-то Мне знакомо То есть я приблизительно понимаю Как это работает все Вот Ну конечно Конечно Это было непривычно Голосовой аппарат привыкал Кто нравится тебе в церковном пении Что тебя заставляет Остаться Обритя столько Сложностей Все-таки Продолжать это дело Развивать Ну Во-первых Это все-таки Возможность Служения Богу Через то Что я делаю То есть я певица Это мое основное профессиональное Действо И прекрасно совершенно получилось Что я могу Вот этим своим Профессиональным навыком Еще и участвовать В таком действии Да Это первое Второе Люблю учиться Очень Это Меня приводит В такое состояние тонуса Да и вообще Петь вместе В хоре С людьми Которых иногда ты видишь Первый раз И вы вдруг Начинаете звучать У вас что-то получается Это просто удивительно Ну здорово А вот композиция Которая у нас Перед нашим диалогом Прозвучала Музыкальная Называется Слово Плоть Бысть Это прям Очень церковное Название Как она родилась Эта композиция Еще же тогда ты В это время Совсем Как бы Не пел на клирсе Да И как она родилась Эта песня Она как раз О том Что Слово Потеряло Силу И значение Сейчас Потому что зачастую Словами просто бросаются Вот И В общем-то Не следует Тому что говорят Мне бы хотелось Напомнить О том Что слово Это очень Мощная Такая субстанция Вот Которая имеет Большую силу И значение В общем-то Как-то так Появилась Эта песня Откуда Название 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 Да такое Оно появилось Сначала До песни Вот Как-то Вот я тоже Гуляла И попала В книжный магазин При храм Вот И Увидела там Книжечку Она меня Очень притянула Не знаю В общем Рука сама Потянулась Вот Это была Небольшая Брошюрка С иконами Богородицы Различными И молитвами К ним Я ее купила И уже дома Когда пролистывала Увидела Вот это цепляющее Название От одной иконы Слово Плоть Бысть Да Есть такая икона То есть Которая называется Строкой Из священного писания То есть Слово Плоть Бысть Да И Меня это Очень сильно Задело Откликнулось Я себе это записала Наверное Я весь день ходила Вот как-то С этой фразой Вот И все Мне захотелось Как-то это Осмыслить И Преподнести Через свое творчество Как это я сам воспринимаю Я же тебя пригласил На клир Для меня это Такая непридуманная история Вот Что Как бы Совершенно Какие-то вещи Очень важные Иногда рождаются Из Каких-то вещей Таких Как бы Развлекательных Может быть Что-ли Да То есть Люди приходят на концерт И дальше Как-то следуют По какому-то Высокому Пути Вот То есть Как девочка Со светской Скажем так Даже тусовки Попадает на клирес Это очень хорошая Мне кажется Непридуманная история Но это важно Если мы На любом месте Стараемся быть людьми Как-то Важно Что это Замечательно Сочетается между собой И никак Не противоречит Друг другу То есть Вот эти Две жизни Они в общем-то Прекрасно Гармонируют И сливаются В одну Жизнь Мы послушаем Еще одну песню Она называется «Пунктир» Это мое Видение На тот момент В общем-то Оно сейчас Наверное Не отличается Ситуация в мире Вообще Между Отношениям Между людей Отношения В бизнесе Шоу-бизнесе Отношения Внутри себя Каждого человека Это как-то Об этом Достаточно Философская песня И Моя Такая Реакция Издалека На это все Ну здорово Ну послушаем Отец Максим Нам снова Подыграет Вот Ну вот Такая у нас Встреча В рамках нашей Рубрики «Непридуманная история» В гостях у нас была Музыкант Анна Бань Козловнувшая струна Сердце кривая Дуга «Непридуманная история» «Непридуманная история» «Непридуманная история» «Непридуманная история» «Богуя «Непридуманная история» Хищник цветов чего бездна у теших не мог, Посаду на небеса, думал местец, ну ах, Закончим наш колючий пустой разговор, Тереблю колючка, какой же это все вздор, 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 вздор. Голос, лапнувшая струна, сердце кривая, дуга, больно, Ай, как больно, ай, подари мне покойно, Грешные обреги от тьмы, останется только свой чистый зеркально покой, Чистый сладостный сон. Дорогие друзья, с вами была программа «Дорога к храму», И мы ее ведущие, священник Максим Гортинский и священник Павел Красанов. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»